Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. 11,5%. Самый значительный рост показала капуста в три раза. Картофель подорожал на 75%, свекла и морковь на 50%. Правда, доступнее стали помидоры и апельсины. Они подешевели на 11%. Рост цен на мясо в три раза превысил инфляцию. Курица, баранина стали дороже на 24%, говядина на 18%. Рыба прибавила в цене примерно столько же. Кировчанин предложил, как решить проблему с кадрами в оборонке. Инженер-конструктор АО ВМП «АвиТЭК» и депутат Кировской городской думы Сергей Коврижных принял участие в онлайн-заседании Палаты молодых законодателей при Совете Федерации. На нем обсудили актуальные вопросы кадрового обеспечения. Коврижных выступил с докладом по проблемам привлечения узких специалистов на оборонные предприятия в Кировской области. Требуются, например, знания в сфере радиолокационной защиты, ракетостроения. Местные вузы таких специалистов не готовят. Программы подготовки на предприятиях тоже не решают проблему. Сергей Коврижных предложил вернуть систему распределения выпускников с узкой специализацией при окончании вуза по предприятиям ОПК по их заявкам, которые может аккумулировать Министерство промышленности. И это должно стать частью федеральной программы, наряду с созданием реестра необходимых профессий, организации и практики студентов на предприятиях с приведением зарплат выпускников к единому значению вне зависимости от региона, обеспечиванием выпускников жильем и социальными гарантиями. Так, по мнению парламентария, предприятия ОПК получат необходимых специалистов высокого уровня, а вузы – дополнительный приток абитуриентов и повышение престижа технических специалистей. Далее информация от наших партнеров. Не всегда на высокие результаты качества работы влияет только профессионализм сотрудника. Ученые выяснили, что люди, которые трудятся при плохом освещении, быстро утомляются и теряют работоспособность. Кроме того, увеличивается количество ошибок и брака, несчастных случаев на производстве с плохим светом происходит в два раза больше, а мерцающие, слишком тусклые или яркие лампы могут даже приводить к различным болезням глаз. Работодатели чаще всего могут просто не догадываться о причинах этого, экономить на электроэнергии, на стоимости самих светильников, а по факту терять в эффективности бизнеса. И наоборот, очень часто, чтобы ее увеличить, нужно просто поменять освещенность офиса, продумать равномерность освещения, яркость, подобрать правильную цветовую температуру, избавиться от мерцаний и слепящего эффекта. Чтобы сделать освещение комфортным, поднять настроение и работоспособность своих сотрудников, кировские предприниматели могут обратиться в магазин «Световые решения» на Маклина 36, телефон 705-520. Там не только помогут подобрать светильники, но и проконсультируют, как правильно устроить систему освещения. В завершении о валютах доллар сегодня 77,36 рубля. Евро стоит 87,59. Ольга Балезина, Новости экономики в Кирове. Программа «Эхономика» на 101ФМ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова